Всем привет! Здравствуйте, дорогие невесты! С вами Ирина Амурова. И вот буквально совсем недавно вышел разбор моего профессионального гардероба от стилиста-имиджмейкера. А сегодня я бы хотела с вами, нет, не разбирать свой гардероб, а как раз-таки поговорить об образе регистратора, нужно ли его подбирать специально для свадьбы и кто этим занимается. Я сегодня неспроста расположилась в своем уютном уголочке. Здесь у меня мой профессиональный гардероб. Изначально платьев у меня было значительно больше, но после того, как я пригласила стилиста-имиджмейкера, платьев у меня стало меньше. Ну, не на много, где-то на 5. Тем не менее, в моей коллекции остались именно те платья, которые идеально подходят для меня и создают, ну, пожалуй, самый корректный, правильный и профессиональный образ выездного регистратора брака на свадебной церемонии. Итак, хороший вопрос. А нужно ли подбирать образ для выездного регистратора? И вот вам сразу ответ. Да, конечно, обязательно. Но представляете себе такую неловкую ситуацию, когда ваш основной свадебный цвет голубой, а ведущая выездной регистрации пришла, например, ну, вот в таком цвете, в бордовом. Вот это неловко, вот это нелепо. Поэтому образ для выездного регистратора подбирается и подбирается всегда под каждую свадьбу индивидуально. Кто же это делает? Здесь несколько вариантов. Например, иногда, когда я понимаю, что у жениха и невесты нет времени заниматься подбором образа для выездной регистрации, я прошу их отправить для меня палитру свадебного дня. Либо жених с невестой отправляет палитру, либо организатор. И уже исходя из палитры свадебного дня, я обращаюсь к своему гардеробу и, собственно, подбираю по цветовой гамме именно тот образ, который подходит лучше всего. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Бывает иногда так, что невеста хочет сама принять участие в утверждении образа регистратора. Я считаю, что это правильно. Для этого у меня есть целая папка, вернее, целый альбом в группе ВКонтакте, куда я размещаю свои образы в тех или иных платьях. Поэтому эту ссылку из ВКонтакта я отправляю невесте, организатору, если нужно, координатору. И уже кто-то из вышеперечисленных людей утверждает мой образ. Когда времени нет у невесты, этим вопросом, как вы поняли, занимается либо организатор, либо координатор. Но поскольку мы стоим рядом с моим гардеробом, я бы хотела поделиться своими профессиональными секретами. Вот, например, один раз в моей жизни была ситуация, когда я уже переоделась, до церемонии оставалось 30 минут. Я подумала о том, что, а не пойти бы мне, не выпить ли чашечку кофе? Собственно, пошла, заказала себе кофе, и за 25 минут до церемонии этот кофе благополучно я на себя пролила. Причем пролила куда-то не на подол, не где-то там сзади, а вот прям вот такая жирная капля кофейная, кофейная, кофейного цвета темного, упала на мое бежевое платье. Не на это, на другое. Ну вот оно было примерно такого же цвета. Естественно, это неловкая ситуация, второго платья у меня нет, я давай это все быстро с организаторами оттирать, справились. Но это для меня была очень показательная ситуация, и вот после этой свадьбы я стала возить с собой два платья. Одно платье, классика жанра, это мой классический образ, я вожу с собой всегда. Неважно, будь то пудровая свадьба, будь то свадьба серебристых серых оттенков, либо присутствует в декоре цвет марсала. Я всегда с собой беру, видеокамеру, нет, шучу, я всегда с собой беру два платья. Одно из них нейтральное, например, если я приехала на свадьбу и что-то случилось с основным, я всегда могу переодеться. И поверьте, вот в этом платье, в абсолютно любой декор я идеально вписывалась. И мне кажется, буду вписываться всегда, как вы уже поняли, потому что это классика. Еще из того, что происходило со мной. Иногда бывает так, что невеста говорит, у нас будет персиковая свадьба, по литру я вам отправлять не буду. Ну, персиковая и персиковая, что тут отправлять? И казалось бы, да, все знают, что такое персиковый, и все примерно представляют этот цвет. Но у меня было такое и не единожды, что ты приезжаешь на персиковую свадьбу. Вот обратите внимание, это не розовый цвет, это персиковый цвет. А на самом деле свадьба розового оттенка. И когда ты встаешь, ну вот обратите внимание, когда ты встаешь рядом с аркой, которая розового цвета в своем персиковом платье, возникает диссонанс. В связи с этим, когда мне не отправляют палитру свадебного дня и говорят, что у нас персиковая свадьба, я беру с собой уже не два платья, а целых три. То есть розовое, персиковое и классическое бежевое для того, чтобы не прогадать. Чемодан у меня вместительный, силы у меня есть, поэтому беру с собой все, что могу увезти. Бывает еще иногда такое, что в ходе подготовки к свадебному дню меняется цветовая палитра. Но не все подрядчики об этом знают. Например, если сейчас о каких-либо изменениях сообщают совсем, особенно если есть организатор, то раньше могли даже не сообщить о том, что время передвинулось на полчаса раньше или на полчаса позже. Это я говорю про такие времена, как 2013-15 год. Да, такое бывало. Так вот, у меня иногда бывали и такие ситуации, что изначально заявлялся цвет, к примеру, голубой. Но в ходе подготовки поняли, что голубой не нравится, не модно, не хотим или какие-то другие причины. И сделали, например, основную, сделали палитру свадебного дня, основной цвет сиреневый. Это два абсолютно разных цвета. Но к чему я такую длинную историю рассказываю? К тому, что меня не предупредили. То есть я на сиреневую свадьбу приехала в голубом платье. Такое было пару раз. И, слава богу, это было давно, и уже можно сказать, что это неправда. Это, пожалуй, классические ситуации, которые случаются с выездными регистраторами. Но это бесценный опыт, который многому меня научил. Что касается меня. В моем базовом гардеробе 10 платьев, порядка 10 образов я могу создать. Не могу сказать, что здесь представлены все цвета радуги, но, тем не менее, основные цвета – бежевый, персиковый, розовый, цвет марсала, который когда-то был очень популярным. Зеленый насыщенный, сиреневый и голубой – все в наличии. Как я работаю по утверждению образа, я вам уже рассказала. Как вы будете работать со своим регистратором – это уже на ваше усмотрение. Завершая это видео, я бы хотела сказать, что подбор образа для выездного регистратора – это немаловажная деталь. Почему? Потому что именно с выездной регистрацией начинается свадебный день, и важно не только то, как говорит выездной регистратор, но и как выглядит, потому что он встречает ваших гостей и задает особую атмосферу вашего свадебного дня. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вдруг я не ответила на какой-то из ваших вопросов, оставляйте ваши комментарии под этим видео, и я обязательно отвечу. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok